друзья всем доброго время суток я долго думал прежде чем записывать это видео но потом вспомнил как это знание помогло когда-то мне это за не поможет вам больше продавать и самое главное она также поможет если вы вообще не находитесь не в продаж речь идет о финансах но все степ бай ст давайте расскажу о чем идет речь дело в том что в германии все в основном оплачивается или очень много ну а в b2b направлении в консалтинге в тренинге практически в девяносто пяти процентов случаев или девяносто восьми процентов случаев все идет по безналового расчета и сегодня так получилось что у меня оказалось вот так замечательная немаленькая сумма меня в руках надеюсь 10 тысяч евро и естественно мне пришлось взять эти деньги да то есть поскольку если клиент тебе дает эти деньги то глупо говорить нет и я взял эти деньги положил их спокойно в карман и и все какой-то момент да то есть я полностью не ощущаю что эти деньги меня в кармане но каждый раз когда я дотрагивался до них да я вспоминал и вот что я вспомнил вспомнил одну историю и не просто и вспоминал меня это расширял давала некую силу но так происходит не у всех дело в том что когда мне было 18 лет и я работал в компании где мы продавали финансовые продукты то есть это фондовые накопления это разные банковские программы это страховые полюса с накопительной системы и так далее и тому подобное и мой наставник и владелец компании он же являлся и мне так повезло что он был моим наставником был очень успешный человек вот и у него всегда в кармане вот ну было какое-то вот такая как бы немаленькая как быстро посмотреть немаленькая сумма денег тогда еще были вот по моему марки если я не ошибаюсь но это в принципе не важно было немаленькая сумма денег всегда то есть минимум 2000 евро я у него спросил смотрите у вас наличка вот у вас всегда такая большая наличка в германии сильно не принято носить наличка и он мне сказал следующую вещь и вижу что ты этого боишься такой ну это же наличка если вдруг что-то случится говорит дело в том что если ты боишься денег из ты боишься в кармане носить такие деньги тысячи две три пять тебя трясет то как должны приходить к тебе деньги ты боишься ты их отталкиваешь чего я боюсь ты не боюсь я просто но вдруг я потеряю вдруг ты потеряешь вдруг тебя ограбят или так далее это все твои отмазки твои отговорки ведь дело в том что когда речь будет касаться в контрактах 5 10 15 20 тысяч на листе бумаги твой ум включит также панику потому что у тебя будет страх перед деньгами и этот страх ты должен убрать когда у тебя нету страха этих денег не цифр а денег и понимания то тогда ты спокойно можно желать большие суммы суммы тогда ты можешь продавать на большие чеки и когда ты несешь в кармане деньги трогаешь их у тебя нету первым делом это первый шаг никакого страха ты спокоен а вторым делом когда ты их трогаешь ты получаешь некую уверенность тебя это расширяет и понимаешь что как бы у тебя есть это твои деньги твои заработанные ты наслаждаешься этим то от тебя чувствуется успех я честно говоря подумал да чё за бред какой-то да да ладно это не может не может быть я получил в конце месяца зарплату она как раз составляла примера там угла там двух тысяч может чуть чуть меньше я снял пришел в банкомат снял можно снимать по 500 я снял помню 500 положил спокойно думаю давай еще вот снял еще 500 на это на этом лимит закончился больше снимать не мог еще положу ну давай еще попробую пошел в кассиру и снял еще деньги и когда вот я снял эту сумму у меня вся моя зарплата месячная в кармане я иду ну зачем я снял а вдруг я их потеряю и у меня начинается в голове куча негативных мыслей и я иду надо прийти домой выложить надо прийти домой выложить надо прийти домой выложить и естественно я решил попробовать сделать это как он и мне не получалось то есть я отталкиваю я пытался как можно быстрее избавиться от них и я пришел к моему опять-таки наставнику и говорю как бы слушаю мне такая штука ну вот я как бы ну принес ничего нормального но человек буду с собой таскать вы слушай сделать это такое как бы правило возьми целый месяц носи с собой вот всю зарплату там полторы-две тысячи сколько ты получил свою комиссию вот столько собой ее и носи всегда ну а если меня грабит говорит ну смотри твоя жизнь сколько стоит ну как как сколько стоит как молодцы будет ну ты отдал бы заслужить 2000 евро или арабили ну конечно дал бы все то есть если тебя будут грабить ты просто сможет купиться дать деньги сказать ребят у меня больше ничего нет вот деньги пожалуйста вот и когда отсюда у меня все равно больше денег нет вот я вам подаю и все всего лишь за 2000 евро ты купишь себе еще один день рождения интересно а если потеряю будет ну ты попробуй потеряй ты же держишься за них куда же ты потеряешь ты можешь голос вы потерять но деньги ты не потеряешь ты привязан к ним у тебя такой страх что их не сможешь потерять но если их потрачу ну ты как раз научишься контролировать будешь тратить или не будешь тратить у тебя же есть еще кошелек с своими деньгами поэтому если что-то случится будешь где-то в ресторане или тебе будет не хватает ты всегда сможешь достать деньги и расплатиться окей я решил сделать для себя эту практику и первую неделю я постоянно ходил с ощущением что все знают хотя несмотря то что германия очень грубо говоря не криминальная страна очень спокойная страна я ходила с моим у меня внутри было ощущение что все знаешь вы деньги что мне могут забрать деньги что может кто-то напасть хотя не то что я не могу постоять за себя но все равно такое чувство как бы было пока она была я ловил постоянно то что у меня постоянно приходили негативные мысли и в какой-то момент я заметил то же самое происходит и в продажах что когда я продавал я боялся клиенту продать больше не просто когда он хотел купить и мне нет не надо нет для того чтобы он хотел купить я ему должен то предложить ему должен дать возможность купить и я ему это не давал потому что подсознание был страх получения вот этих деньжа просто-напросто был страх и отходив полтора месяца я заметил переключение в какой-то момент я не перестал обращать вообще внимание что у меня лежат эти деньги и я опять парил с моим наставником отлично супер первую границу пришел какая у тебя комиссия и за это завод следующими из пришли и как ни странно она выросла в два раза он говорит отлично возьми эту сумму всю сумму ну как ну ну всю сумму да вот вот эти которые у тебя есть всегда с собой и всю сумму возьми денег то есть я положил карман грубо говоря там четыре пять тысяч и в этот момент картинка началась заново опять произошел тот же эффект чему это рассказываю дело в том что я делал это до тех пор пока мне было полностью не все равно в какие-то какие-то моменты у меня были в кармане 60 тысяч 60 тысяч и носил в кармане это слышится просто нереально но у меня вот столько было денег собой то есть я тренировал себя свой мозг свое состояние чтобы я вообще не боялся денег и 3 до того чтобы я при дотрагивании до них меня это было некое расширение удовольствия понимал что за мной силы я могу себе позволить что я хочу и поэтому сегодня когда я долго долгое время это не практиковал и взял деньги мой ум и мозг уже был к этому готова и когда я автоматически просто полез в карман за ключами дотронулся и опять потрогал деньги мой мозг опять сработал и сказал вау слушайте а такая сумма жизнь прекрасна все отлично у тебя есть деньги есть наличные чтобы не случилось могут учить facebook youtube открыт перестать работать банки все на сегодняшний день тебе хватит прожить один-два месяца кушать ездить заправлять машину и жить в том же режиме как ты и живешь а у кого-то при такой суммы сперло бы дыхание тяжело было бы тип был бы в напряге а тем более прийти еще в другую компанию спокойно вести переговоры и общаться и вести продажу поэтому я рекомендую тебе каждому человеку проделать эту практику возьми сколько для тебя для кого-то это будет 200 евро долларов держа в кармане уже будет некий страх для кого-то может быть это будет там вот вот такая сумма 400 там 600 800 и будет страх возьми свою сумму на возьми эту сумму помести в карман и ходи с ней везде постоянно чтобы она была с тобой что эта сумма денег была собой не важно что у тебя есть карточки может американ экспресс там кредитная виза mastercard это все пластик наш мозг это не воспринимает как за реальную ликвидность именно только германия баррес из 2 раз только то что наличка является настоящим на потому что этот мы ощущение этот эффект мы знаем и видим с детства мы с этим как грубо говоря в этом в это родились прямо поэтому возьми и сделай эту практику проработай эту штуку ежедневно и самое главное записывай на записывай свои мысли что-то ощущаешь на фиксирую их что-то ощущаешь если страх нету страха с какой суммы ты начал если с этой суммы страх но если у тебя нету проблем носить собой 500 евро то не имеет смысла класть 500 евро и 500 евро постарайся положить ту сумму которая будет тебя щекотать который будет тебя не знаю немножко тревожить когда ты пройдешь этот момент когда это будет нормально что у тебя всегда есть деньги твое подсознание будет понимать у тебя есть деньги потому что если где-то там когда-то где-то не лежат где-то не там запрятаны это все твое подсознание это все ты так думаешь но когда они вот у тебя и ты держишь и ты их ощущаешь ежедневно ты говоришь своему уму своему мозгу своему телу у тебя есть деньги ты как бы спокоен у тебя и они просто есть и ты это знаешь по факту не потому что они где-то лежат банки и придет зарплата они сейчас уже есть банк может сгореть обанкротится не знаю обворовать его могут у тебя они есть уже сейчас если тебя приходит если да если меня оборудит это будет в будущем если обворует или не будет никогда если такое случится сможет купиться и они уже в данный момент тогда у тебя сейчас есть а в банке тебе нужно еще бежать и снимать в любом случае эта практика поможет тебе а избавиться от страха денег б эта практика поможет тебе принять деньги эта практика поможет тебе продавать на большие чеки предлагать больше и не бояться продать реально самый большой продукт или предложить больше чем ты даже рассчитывал потому что очень многие продавцов да и вообще очень многих людей на самом деле есть большой страх денег они боятся получить вот много кэшами дай бог почему все очень просто это ответственность когда мы получаем в руки такую ответственность то нам нужно напрягаться нам нужно понимать что мы теперь за это отвечаем и нашему это лень это дополнительный ресурс который затрачивается поэтому если ты хочешь чтобы люди чувствовали что ты успешный если ты хочешь внутри себя сам это внутри прожить проработать и чувствовать что у тебя нету страха денег ты спокоен и ты увидишь как изменится твоя походка паса осанка и твоя коммуникация когда ты будешь знать что у тебя есть деньги если ты хочешь это проработать и быть более финансово успешным продавать на большие чеки и быть в этом уверенным потому что поверь моему опыту я видел когда клиенты слышат когда продавец называет большую сумму и у него дрожит голос потому что он сам боится это продать если ты боишься это продать то я никогда не куплю если продавец боится цены клиент никогда не купит это тоже самое как скачках если всадник когда он скачет боится брать барьер лошадь никогда это барьер не возьмет только когда в садик на сто процентов уверен на сто процентов готов он знает что он возьмет то и лошадь берет барьер они в не делают это вместе поэтому я рекомендую тебя быть в этот момент именно всадником и руководить этим процессом чтобы брать этот барьер использую эту практику тренирует а до тех пор пока ты не уберешь у себя этот блок и ты можешь всегда повышать сумму то есть я дошел до суммы 60 тысяч евро и я помню что это были евро потому что в тот момент я уже был гораздо старше я делал это много лет и в тот момент я понял что ну все просто их уже столько много что я распихан по карманам хожу как буратино поэтому если ты почувствуешь после этого видео вау нужно попробовать или же что еще хуже почувствуешь некое сопротивление да нет это все ерунда да 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 это какие-то сказки или да это не ко мне у меня этого нет знай что именно в этот момент ты должен это делать но я желаю тебе успехов удачи в продажах и переговорах чау-чау